Приветствую, друзья! С вами программа «Пункт назначения». Сегодня вас ждет еще одна идея для активного выходного дня. Нас ждет испытание бездорожья. И испытывать мы будем не только автомобиль. Роскошное бабе лето сменилось хмурым осенним небом. И подсохшие загородом грунтовки раскисли и превратились в настоящий полигон для испытаний, куда теперь отправишься не на каждом автомобиле. Но для нашего сегодняшнего героя бездорожье дом родной. В нем он и транспорт, и работяга, и настоящий друг. Встречайте впервые в нашей программе герой нового поколения. Легендарный пикап Mitsubishi L200 образца 2015 года. Автомобиль, рожденный для загородной жизни, стараются все больше сделать не только практичным и брутальным, но и красивым. И теперь это уже не просто эдакий турист со старым рюкзачком, а хорошо экипированный исследователь. Одетый не только практично, но и красиво. Очевидным трендом стало увеличение всей оптики. Фары стали значительно больше. Вернулось обилие хрома, как на решетку радиатора, так и на ручки и зеркала. Задние фары с длинным заходом на боковину тоже придают и динамики, и эстетике автомобилю. В нашу страну автомобиль будет поставляться только с двойной кабиной. Как правило, с таких пикапов труднее всего приходится пассажирам задних сидений. И знакомиться с салоном автомобиля я предлагаю начать именно с этой части. Что могу сказать? Если водитель ростом метр семьдесят, метр восемьдесят, то места для коленей хватит и пассажирам задних сидений. А вот если пассажир ростом уже метр сто девяносто, сзади будет уже тесновато. Но в принципе для подобного класса автомобилей, мне кажется, здесь вполне достаточно места. Материалы отделки салона, конечно же, бюджетные, но выглядит вполне неплохо. Прекрасный удобный подлокотник с двумя подстаканниками. Ну что же, а я думаю, нам пора пересесть на главное место в автомобиле за руль. Ну что же, посадка в автомобиле довольно высокая, и поэтому вот эта ручка встроенная в боковину является очень удобной при посадке. Ощущения, конечно, такие ковбойские. То есть такое ощущение, что автомобиль призван где-то скакать по прерии, но он перестал быть сугубо брутальным. Материалы отделки уже не бросаются в глаза своей дешевизной. Вот даже огромная магнитола и консоль, покрытая рояльным лаком. В нашей комплектации есть кожаная отделка руля, кожаная отделка рычага, подогревы обоих передних сидений, USB-порт. Все, что полагается хорошо оснащенному городскому седану. То есть теперь, находясь на рыбалке или отправляясь на работу на таком автомобиле, вы будете оснащены комфортом не хуже, чем, скажем так, городской житель. Сидения достаточно удобные. Ну, конечно же, что бросается в глаза, это довольно-таки высокий пол. Зато сидения, мне кажется, чуть-чуть опущены вниз. Да, и регулируется подушка у нас, угла наклона. Давайте посмотрим, что мы можем делать с рулевой колонкой. На предыдущем поколении она регулировалась только вверх-вниз, а теперь мы можем регулировать ее еще и по вылету. Что касается музыкальной системы, ну, простенький, конечно же, звук, но управлять магнитолой с таким прекрасным монитором, конечно же, тоже большое удовольствие. Ручник в привычном понимании, никаких тут тебе электронных фенищек, все по-взрослому, для управления полным приводом. При переходе из режима заднего привода в полный мы просто поворачиваем кольцо суперселекта по часовой стрелке. А вот чтобы двигаться дальше, включать пониженные блокировки, нам приходится это кольцо нажимать. Сделано специально, чтобы мы не включили это дело случайно. Ну что, друзья, проверим, как ведет себя этот зверь в городе. Поехали. Ух ты как! Слушайте, педаль газа, что-то даже непривычно, очень отзывчивая, неожиданная прыть. Ну, слушайте, вот чего я, ну, никак не ожидал от Mitsubishi L200, эти эмоции получил, ну, буквально сразу. Это то, что машина сумасшедшая совершенно, динамикой обладает. В плане обзорности, думаю, что все хорошо, ситуацию абсолютно контролирую. Большие боковые зеркала этому способствуют. Сидение, конечно же, не обладает явной боковой поддержкой. Тормоза ожидаемо эффективные. Автомобиль обладает весьма-весьма борзым нравом. Удивительно, но эта большая машина даже в городе провоцирует погонять. Представляю, какие ощущения будут, когда мы выйдем за город. Кузов L200 настолько хорош, что сейчас в него мы загрузим квадроцикл. Поехали! Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь возил в кузове квадроциклы. На самом деле, все, что для этого нужно, ну, все померить. Входит ли ваш квадроцикл в кузов автомобиля. И вот специальное полозье, которое вы видели, мы специально показали на загрузке. Заказать такие полозья можно в дилерском центре Yamaha, который и продает квадроциклы. Ну, честно говоря, еду и сам себе завидую. Пикап, сам по себе символ приключений. Квадроцикл, очень высокая посадка, выше, чем на стандартном кроссовере. Рамный кузов подразумевает высокий пол. Ногам немножко непривычно. Ну, надо сказать, что кроме визуальных, ощущения, что мы что-то везем тяжело в кузове у меня нет. Так легко трогаться с места и двигаться по городским улицам. Помогает 2-х и 4-х литровый турбодизельный мотор. Подает он не так уж и много, 153 лошадиные силы. Но отдаются эти лошади как-то очень правильно, потому что трогаться на автомобиле очень легко. И вообще, у механической коробки передач, мне кажется, есть большое количество плюсов. Во-первых, это действительно управление машиной, а не просто езда на ней. Ну и плюс дозирование усилий в поворотах, торможение коробкой. Не знаю, мне до сих пор нравится переключать коробки старой доброй механики. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Пункт назначения». Сегодня мы с вами отправились в Заречный парк для того, чтобы протестировать сразу два средства передвижения. Абсолютно новое поколение легендарного пикапа Mitsubishi L200 и квадроцикловый Raptor, который находится у нас прямо в кузове автомобиля. Мы с вами прибыли в Заречный парк. И сейчас дорога прямо у нас уходит на базу летучего корабля. А налево уходит в поле. И мы сейчас по ней проедем и там найдем трассу, на которой сегодня и будем испытывать наш замечательный автомобиль. Для первого испытания мы сейчас вернем квадроцикл на землю и оставим Mitsubishi L200 в своем основном оснащении. То есть поедем по трассе с пустым кузовом. Ну, трасса обещает быть интересной, потому что проехав несколько сотен метров, мы уже солидно попачкали автомобиль. И он уже не едет, а плывет фактически по этой грязи. Ну, посмотрим, на что способна машина. Ну что, поздравляю, мы сели. Включаем режим полного привода на повышенной с блокировочкой. Сидим. Переходим в режим пониженной с блокировкой. Поехали. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть назад. Ну что ж, казалось бы, безобидная ситуация. А сесть мы умудрили. Самое главное в этой ситуации не зарываться. Итак, друзья, я перехожу к основному козырю автомобиля. Теперь у нас задействованы все арсеналы, которые есть в Mitsubishi L200. Пробуем выехать. Стоим мы, честно говоря, уже криво и одним колесом практически полностью упали в колею. Поехали. У-ху! Есть, друзья мои, мы выбрались. И нет, на самом деле, лучшего ощущения, чем выбраться из грязи, которая, казалось, уже взяла тебя в плен. Честно говоря, глубину даже не хочется замерять, но мы полностью сидели на этой бочине. И, собственно говоря, покуда мы забрались, можно посмотреть. Дорожный процвет L200, 205 миллиметров. И вот видно, что наши пороги были практически полностью скрыты вот этой грязищей. Ну что, пора обменять коня. И если в этом коне я мог передвигаться в абсолютно городской одежде, то для испытания этого коня мне придется переодеться. Шлем, мне кажется, самый обязательный атрибут, когда вы собираетесь ездить на квадроцикле, потому что, ну, блин, самое ценное, что у вас есть, это ваша голова. Скажу вам, квадрик дарит совершенно другие ощущения, и это именно, ну, какое-то мальчишеское удовольствие, которое мы, уже взрослеющие мужчины, в детстве не получили. И вот можно реализовать, выехав, выходные вот так на природу и вот так вот пошалить. И, кстати, трасса в Заречном парке идеально для этого подходит. Ехать далеко не надо, сама по себе она является, ну, просто идеальным местом для испытаний как внедорожника, так и квадроцикла. Друзья, настало время подвести итоги теста. Сегодня у нас было два внедорожных средства передвижений, и оба, несмотря на их внушительную внедорожную оснастку, нам сегодня удалось посадить. Что очень важно, выйти из этой ситуации нам удалось без посторонней помощи. Mitsubishi L200 нам помогли системы полного привода с блокировкой межосевой, а также блокировкой задней оси, пониженной передачи. При этом для того, чтобы выехать, нам пришлось включить все. Новый L200 выглядит не только красиво, да, но и, собственно говоря, в салоне он дает хорошее ощущение комфорта. Он оборудован всеми современными системами безопасности, и даже такие вещи, как пластик, магнитола, руль и так далее, они все созданы, в общем-то, как в легковом автомобиле. Особенно поразил меня старт, насколько легко машина стартует. 153-х сильный дизель поднимает машину, в общем-то, очень и очень легко. Осенние дороги сегодня нам, в общем-то, не составили никакого труда, и с включенным полным приводом Mitsubishi L200 едет практически везде. Засадили мы его в том месте, где, собственно говоря, и хотели засадить. То есть мы специально заехали в центр лужи, заехали в самую глубокую колею, и там просто-напросто встали. Я думаю, что если бы мы эту препятствие передавали бы изначально с ходу, проблем этих бы не возникло. Но, конечно же, если вы собираетесь преодолевать грязь, нужна резина с высоким протектором внедорожную. Ну и как минимум лопата, трос, а желательно еще и лебедка должны быть с собой. Пожалуй, самый главный показатель, который отличает новую Mitsubishi L200 от всех предыдущих версий, это в том, что автомобиль, оставаясь практичным, таким хорошим, надежным трудягой и работягой, стал еще и красивым. Красивым как снутри, так и снаружи. Помните, любые тесты, которые вы смотрите на канале в YouTube, на телевидении, всегда субъективны. Поэтому это только мое мнение, то, что я подумал об этом автомобиле. А вы составьте свое собственное и приезжайте по адресу город Киров, улица Московская, 106А, и пройдите свой тест-драйв нового Mitsubishi L200. Он этого заслуживает. А я, Виталий Трейден, желаю вам нескучных выходных, и увидимся в новой программе «Пункт назначения». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!